Антон Павлович Чехов Новогодние великомученики На улицах картина ада в золотой раме. Если бы не праздничное выражение на лицах дворников и городовых, то можно было бы подумать, что к столице подступает неприятель. Взад и вперед с треском и умом снуют парадные сани и кареты. На тротуарах, высунув языки и тараща глаза, бегут визитеры. Бегут они с таким азартом, что ухвати жена Пентефрия какого-нибудь бегущего калежского регистратора за фалду, то у нее в руках осталась бы не одна только фалда, но и весь чиновничий бок с печенками и с селезенками. Вдруг слышится пронзительный полицейский свист. Что случилось? Дворники отрываются от своих позиций и бегут к свистку. Разойдитесь, идите дальше. — Слушай, нечего вам здесь глядеть. Мертвых людей никогда не видали, что ли? — Хоть нарад. У одного из подъездов на тротуаре лежит прилично одетый человек в бобровой шубе и новых резиновых калошах. Возле его мертвецки бледного, свежевыбритого лица валяются разбитые очки. Шуба на груди распахнулась, и собравшаяся толпа видит кусочек фрака и Станислава третьей степени. Грудь медленно и тяжело дышит, глаза закрыты. — Господин, — толкает городовой чиновника, — господин, не велено тут лежать, ваше благородие. Но господин ни гласа, ни воздыхания. Повозившись с ним минут пять и не приведя его в чувства, блюстители кладут его на извозчика и везут в приемный покой. — Хорошие штаны, — говорит городовой, помогая фельдшеру раздеть больного. — Должно, рублей шесть стоит. Эть-ка, и жилетка новая. Ежели по штанам судить, то из благородных. В приемном покое, полежав часа полтора и выпив целую склянку валерьяны, чиновник приходит в чувства. Узнают, что он титулярный советник Герасим Кузьмич Синклетеев. — Что у вас болит? — спрашивает его полицейский врач. — С Новым годом! С новым счастьем! — бормочет он, тупо глядя на потолок и тяжело дыша. И вас так же, но что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка, вы пили что-нибудь? — Нет. — Ну а чего же вам дурно сделалось? — Ошалел-с. Я... Я визиты делал. Много, стало быть, визитов сделали? — Не... Нет. Немного-с. От обедни пришедшие выпил я чаю и пошел к Николаю Михайловичу. Тут, конечно, расписался, а оттеда пошел на офицерскую к Качалкину. Тут тоже расписался. Я еще помню, тут в передней меня сквозняком продуло. От Качалкина на Выборгскую сходил, к Ивану Ивановичу. Расписался. — Еще одного чиновника привезли, — докладывает городовой. — От Ивана Ивановича, — продолжает Синклетеев, — к купцу Хрымову рукой подать. Зашел поздравить с семейством. Предлагают выпить для праздника. А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь? Ну, выпил рюмки три. Колбасой закусил. А оттуда на Петербургскую сторону к Лиходееву. Хороший человек. И все пешком? Пешком расписался у Лиходеева. От него пошел к Пелагею Ивановне. Тут завтракать посадили, кофеем попочивали. А от кофею распарился. И оно должно быть в голову и ударило. От Пелагея Ивановне пошел к Булсухову. От Пелагея Ивановне пошел к Аблеухову. А Аблеухова Василием звать? Не съешь именинного пирога, видишь? Отставного военного и двух чиновников привезли, докладывает городовой. Съел кусок пирога, выпил рябиновый и пошел на садовую к Изюмову. У Изюмова холодного пива выпил. В горло ударило. От Изюмова к Кошкину, потом к Карлу Карловичу. От те да к дяде Петру Семеновичу. Племянница Настя шоколадом попоила. А потом к Кляпкину зашел. Нет, вру не Кляпкину, а к Дарье Никодимовне. От нее уж к Кляпкину пошел. Ну, сэй, везде хорошо себя чувствовал. Потом у Иванова, Курдюкова и Щилера был. У полковника Порошкова был. И там себя хорошо чувствовал. У купца Дунькина был. Представил ко мне, чтоб я коньяк пил и сосиску с капустой ел. Выпил я. Рюмки три. Пару сосисок съел и тоже ничего. Только уж потом, когда от Рыжого выходил, почувствовал в голове мерцанье. Эх, ослабел. Не знаю, отчего. Вы утомились. Отдохните немного, и мы вас домой отправим. Эх, нельзя мне домой, стонет Синклетеев. Нужно еще к зятю Кузьме Вавиловичу сходить. К экзекутору. К Наталье Егоровне. У многих я еще не был. И не следует ходить. Нельзя. Как можно с Новым годом не поздравить? Нужно-с? Не сходи к Наталье Егоровне. Так жить не захочешь. Уж вы меня отпустите, господин доктор. Не невольте. Синклетеев поднимается и тянется к одежде. Домой езжайте, если хотите, говорит доктор. Но о визитах вам думать даже нельзя. Ничего-с. Бог поможет. Вздыхает Синклетеев. Я потихонечку пойду. Чиновник медленно одевается, кутается в шубу и, пошатываясь, выходит на улицу. Еще пятерых чиновников привезли, докладывает городовой. Куда прикажете положить? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok